Вот. А сейчас мы делаем следующий шаг. И вот этой карты нашего района, землетрясений в нашем районе, мы переходим к более подробной карте, уже карте Израиля. И мы действительно видим, что вот вдоль восточной границы Израиля по линии Кенерет и даже севернее Кенерета и на юг вдоль Мертвого моря по Иорданской долине и дальше по долине Арава и до Эйлата проходит зона. Вот это максимальная сейсмическая активность. Но, между прочим, в Израиле есть еще один разлом местного характера, так называемый Бей-Чаан-Ягур. Это он начинается южнее Кенерета, идет в сторону Хайфы. И поэтому мы видим, что Хайфа тоже находится в зоне повышенной опасности землетрясений. Тут, я должен сказать, на этой карте несколько другой масштаб. Он такой успокаивающий, если вы видите, что вот эта вся часть, куда включается Натаня, Тель-Авиви и так далее, она зеленым цветом. На самом деле, там, ну, грубо говоря, на один балл Рихтера меньше сейсмическая активность, а может даже не на один балл. Надо более подробно посмотреть масштаб. Ну, короче говоря, быть сейсмически готовым надо и в той области, которая является зеленым. А также есть города, входящие в желтую полоску, такую промежуточную. И, например, Арат, который находится вблизи Мертвого моря, тоже, как говорится, находится в зоне такой, которой нужно уделять внимание. Давайте пойдем дальше по нашим слайдам. Сейчас, секундочку. Вот. А здесь, кстати, я уже в более крупном масштабе показал вот эту перемычку. Бейт-Шаан и дальше в сторону Хайфы. И вот интерес, это то, что называется Израильская долина. Это такая низменность, хотя со всех сторон тут такие возвышенности и горы, как мы увидим на следующем слайде. Это низменность, какая очень благоприятная для сельского хозяйства. И там проходит железная дорога. И, к сожалению, вот эта железная дорога, она проходит по сейсмически опасной территории, вот, которая Хайфу с Апулой там соединила относительно недавно. Там же была и старая железная дорога еще с турецких времен. Вот. А сейчас, как бы, ее проложили заново, уже в современном виде. И химическая промышленность Хайфы, к сожалению, тоже находится в довольно опасном месте. Так что хорошо, что там склады аммиака оттуда убирают, но более серьезно надо к этому отнестись. Продолжение следует...